Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светляется тройческим единством священного тайны, священного тайны. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Я приветствую с программой «Мир православия». И сегодня мы продолжим нашу беседу, наш разговор об удивительном угоднике Божьем, священномученике Макарии, митрополите Киевском. Мы говорили в прошлой программе о начале его жизни, о том, что он был замечательным архимандритом в Виленском монастыре. И за свое благочестие, за свой разум, за свою преданность православной вере он был избран митрополитом киевским. Но его престол находился долгое время в городе Новогрудке. В Киев он не мог поехать по политическим причинам, потому что земля эта подвергалась нападениям татар. И вот в 1497 году митрополит Макарий решается и назначает свое путешествие в Киев. Конечно, это было не так, как сегодня. Можно сесть на автомобиль, на автобус, на самолет и быстренько оказаться в этом городе. Это было длительное путешествие на повозках, по рекам. И, конечно, к нему длительно и тщательно готовились. Ведь необходимо было взять с собой и все для богослужения. Кто знает, что там было в Киеве, в каком состоянии находились храмы, которые подвергались постоянному разграблению от татар. Но политическая ситуация в Великом княжестве Литовском в это время резко меняется. И зимой Великий князь Литовский Александр начинает противостояние с московским государством, которое в то время притязало на некоторые земли Великого княжества Литовского. И основная часть войск Великого княжества Литовска отправляется на границы с московским государством. А воспользовавшись этим, Великое княжество Литовское с юга наводняют татары, которые начинают грабить украинские и белорусские земли. И вот именно в этот момент и происходит путешествие митрополита Макария в Киев. Ситуация была очень нелегкой, очень сложной. Те войска, которые еще остались в пределах Великого княжества Литовского, они не могли противостоять огромным путешествам татар и скрылись в замках. Если на северо-востоке княжества Литовского были каменные, мощные замки с стенами, которые были практически неприступными, то юг Великого княжества Литовского был в основном обустроен деревянными замками, которые, конечно, не были такими мощными, как каменные замки. И вот митрополит Макарий оказался в городе Мозыре на пути в Киев. Мозырь связывал с северо-востоком Великого княжества Литовского обручский брод. Это была прямая водная артерия, захватив которую татары могли легко пройти в остальные земли Великого княжества Литовского. Поэтому для южных земель, для вот этих деревянных замков стояла задача противостоять этим огромным полчищам. И надо сказать, что, конечно, эту задачу они исполняли как могли. Митрополит Макарий, попав в это тяжелое положение, он не отменяет своего путешествия. Он продолжает его, и действительно, это было уже подвигом. Потому что люди, в основном государственные люди, они растерялись, они не знали, что делать. Они думали, как пересидеть вот это страшное нашествие. А митрополит Макарий, несмотря на явную угрозу для своей жизни, он продолжает свое путешествие. И вот по реке Припять он пребывает в одно селение, где в храме служит божественную литургию. Татары, которые в то время окружили Мозырский замок и дрались за него, узнав о том, что в Киев направляется делегация митрополита, они послали отряд конницы на перерез вот этой делегации, чтобы схватить митрополита. Для чего это им нужно, мы узнаем чуть позже. Но, конечно, они быстро достигли селения, где служил митрополит Макарий. И ворвались в храм в то время, когда он совершал божественную литургию. Очень быстро они убили всех сопровождающих людей. А самого митрополита Макария вывели к реке Припять и предложили ему сделку, чтобы он, сохранив свою жизнь, приказал защитникам Мозырского замка сдать замок и пропустить их в этот Кувручский брод для дальнейшего уже продвижения по земле Великого княжества Литовского. На что митрополит отказал категорически. И за это они его и убили. Долгое время люди не знали, где находится тело священномученика Макария. И лишь через многие-многие-многие дней они нашли его в болоте. Было лето, была жара. И тем не менее, тело мученика оказалось совершенно нетленным. Об этом весть дошла до Киева. И монахи этого города, опять же, по промыслу Божьему, по той вере, которую они имели, они отправились в земли Мозырские для того, чтобы взять тело митрополита Макария и привезти его в Киев. Потому что для них он был образцом мужества, стойкости, даже тогда, когда люди военные, государственные растерялись. Ведь его пример, он вдохновил защитников Мозырского замка. И они устояли, несмотря на то, что силы их были несравненно меньше, чем нападавших татар. Но они не сдали замок и не пропустили их дальше грабить земли белорусские. И вот жизнь митрополита Макария, она послужила примером того, что нужно стоять до конца. Если ты даже митрополит, и тебя вроде бы не касаются политические какие-то страсти, которые происходят в твоей стране, но тем не менее, ты должен быть защитником своего Отечества, молитвенником за Него. Ты должен быть утешением, поддержкой тех людей, которые страдают. И митрополит Макарий исполнил эту миссию до конца. И за это Господь и прославил его нетлением тело. Его тело было перенесено в Киев, и там долгое время находилось в Софийском соборе, где было положено особую раку. В скором времени состоялось и прославление священномученика митрополита Макария Киевского в лике святых. От его мощей происходили многие чудеса, и память его благоговейно почиталась на всех пределах Великого княжества Литовского. В XIX веке его мощи были перенесены в Свято-Владимирский собор, и при этом соборе была построена школа для образования детей и юношества, и митрополит Макарий являлся ее духовным покровителем. В советское время школа была закрыта, храм превращен в склад, но с возможностью возрождения храм был снова возрожден. И мощи митрополита Макария до сих пор находятся в Свято-Владимирском соборе города Киева. А в Белоруссии на месте мученической смерти митрополита Макария в селе Скриголова в XIX веке была построена часовня и памятник в честь этого события. В советское время все это пришло тоже в запустение, но опять же в наше время это место освящено, заново возрождено, и благодарная память людей, земли белорусской, на землях, в которых пострадал митрополит Макарий, она остается именно в молитвенном призывании митрополита Макария для помощи, для стойкости в вере и благочестии. И еще об одном угоднике Божьем, который входит в состав белорусских святых, хотелось бы сегодня поговорить. Это благоверный великий князь Ростислав, Смоленский и Киевский. Опять же, казалось бы, ну какое отношение имеет вот даже этот титул Смоленский и Киевский к землям Белоруссии. Но дело в том, что опять же эти земли некоторое время находились в составе Великого княжества Литовского, и вот западнорусская митрополия с центром в Киеве, она тоже распространяла свое влияние на земли Белоруссии. А Ростислав, князь Смоленский, как раз послужил очень много для утверждения православной веры на этих древних землях. Он жил в XII веке, и при нем именно Смоленская кафедра, Смоленское княжество становится самостоятельным. В течение 40 лет он управлял Смоленском, и именно при нем возрождается, приобретает новую жизнь Успенский Смоленский собор. При нем поставляется особый епископ Смоленский Милетий. Ростислав участвует во многих политических событиях того времени. Будучи большим авторитетом, он не старается вести княжеские, междоусобные войны, но пытается людей примирить. Он легко уступает Киевский престол, хотя он ему принадлежал по праву своим братьям, дядям, племянникам, другим родственникам, но не ведет за него ожесточенную борьбу, как вели многие другие князья. Он был очень мудрым князем. В то время, в XII веке, возникла такая ситуация, что в Киеве избрали самостоятельно митрополита Климента Смолятича. Хотя по уставу тогдашней церкви митрополита назначал Константинополь. Именно он мог только дать митрополита русской церкви. Это было со времени крещения Руси. А вот русские люди захотели тогда автокефалии и самостоятельно избрали этого митрополита. И вот мудрость князя Ростислава заключалась в том, что он не поддержал этого избрания. Так же, как и епископ Смоленский Милетий. Когда Ростислав стал князьским князем, он вел очень благочестивую жизнь и даже хотел постричься в монахе Киево-Печеского монастыря. Но сами монахи и игумен Поликарп Киево-Печеский, они говорили, что он нужен для служения земле русской. Потому что более мудрого, более миролюбивого князя не было тогда даже в прецедентах на киевский престол. И вот одна из благочестивых таких традиций, которую ввел Ростислав тогда в Киеве, в Великом посту в субботы и воскресенье он приглашал на трапезу к себе княжеский замок игумена Киева-Печеского и 12 иноков, которые избрал игумен. И сам, как послушник, служил им, прислуживал им. Вот такое смирение князя, конечно, было удивительно. Он заботился о многих храмах не только в своей Смоленской земле, но и во всей Киевской митрополии. И, конечно же, князь Ростислав был глубоко верующим, благочестивым человеком. Но уже само желание стать иноком у него, конечно же, вызывает удивление. Хотя в то время многие князья становились иноками, и даже святыми иноками. Можно вспомнить пример великого князя Александра Невского, который, чувствуя приближение смерти, стал монахом, принял иноческий постриг. Да и много таких князей было во всех древнерусских землях. Это было общее такое стремление к святости, к некому удивительному состоянию ангельскому. Потому что монахи, как говорил Иоанн Лествичник, это подобие ангелов на земле. Они, отказавшись от всего, конечно же, показывают пример великого смирения, нестяжания и любви к Богу. Но одно дело стать монахом обычному человеку, а другое дело князю, который все-таки имеет власть, имеет авторитет, имеет славу, имеет богатство. И для людей такого рода, конечно, это больший подвиг, чем для простого человека. Но вот это желание святости, желание быть в ангельском чине, как называли монашество, конечно, было присуще князю Ростиславу. Вот однажды после похода на Новгород, возвращаясь в Киев, он почувствовал приближение своей смерти. И он захотел принять иноческий образ. Находясь в Смоленске, он сказал своим приближенным, что если я благополучно доеду до Киевской земли, то сразу же постерегусь в монахи. А если нет, то похороните меня в монастыре в честь святого Феодора, который был монастырем, который устроил его отец. И его родные, близкие, князь Роман, сын, который правил в Смоленском, они предлагали ему остаться в Смоленске, немножко улучшить свое здоровье. Но князь решается ехать в Киев. Он не желает оставить своих подданных, свой престол, без своего попечения. И по дороге он умирает. Его желание не осуществилось. Но он был похоронен в монастыре, в Федоровском монастыре. И его почитание начинается сразу же после его смерти. Это говорит о том, что действительно князь Ростислав явился примером. И большой государственной мудрости, терпения, нежелания ввязываться в какие-то междоусобные разборки, для того, чтобы иметь большую власть. Все-таки это достигается именно мудростью и тем, что можно решить любые проблемы мирным путем, договорившись, или уступив даже это место тому, кто его больше желает, но не проливая крови родных людей. И вот само его желание быть монахом говорит о том, что он помнил заветы Христа, помнил его заповеди. А значит, Господь и принял свои святые обители. И по благословению митрополита Филарета имя князя Ростислава было внесено и в белорусские святцы, и почитается в День памяти белорусских святых в Третье воскресенье после Пятидесятницы. На этом я спрощаюсь с вами, дорогие братья и сестры. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Всяка душа оживится и чистотою возвышается, светлется троеческим единством священного тайны. Субтитры создавал DimaTorzok